Как молиться за других? Оказывая вам послушание, молюсь я вкратце о здравии и спасении души и тела вашего, ибо я не только не схоластик, то есть неправедный, который бы мог ходатайствовать словом, но не имею и дерзновения, а считаю себя за раба вами посылаемого. Преподобные в Арсенофе Великий и Иоанн. Не возносись, когда ты помолился за других и был услышан, потому что эта вера их подействовала и совершила. Преподобный Иоанн Лествичник. Когда тебя попросят помолиться о спасении кого-либо от какого-либо бедствия, то скажи в себе «Будь благословенна вера ваша, по вере вашей да даст Господь исполнение моей недостойной маловерной молитвы и да приложит мне веру». Молясь за живых и умерших и называя их по именам, надо б на от всего сердца с любовью произносить эти имена, как бы нося в душе те лица, имена которых поминаешь. Подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Первое послание к Солунинам, глава 2, стих 7. Великая разница между бесчувственным перечнем имен и между сердечным поминанием их. Одно от другого отстоит, как небо от земли. Молясь о людях, молись о них, как о себе, ибо мы едино, как чадо Отца Небесного. Святой праведный Иоанн Кронштадтский Не должен говорить, что молишься или будешь молиться за других. Отец Антоний и тот говорит «Обязываюсь молиться». Преподобный Амвросий Оптинский «Для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей». Старец Паисий Святогорец «Утром трудно встать на молитву». «Пораньше просыпайся, да за Бога хватайся» — русская пословица. «Посвящай начатки дня твоего Господу, ибо кому прежде отдашь их, того они и будут». Боголюбивый монах, когда гласит молитвенная труба, говорит «Слава Богу! Слава Богу!» А ленивый говорит «Увы! Увы!» Преподобный Иоанн Лествичник «Чтобы провести день весь совершенно, свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство — самая искренняя горячая молитва утром по восстании от сна. Она введет в сердце Христа со Отцем и Духом Святым, и таким образом даст силу и крепость душе против прирожения и зла». Святой Праведный Иоанн Кронштадтский Когда встанешь от сна, то первая мысль твоя пусть будет о Боге, первое слово и молитва к Богу, Создателю твоему, содержащему жизнь твою, могущему всегда умертвить и оживить, поразить и исцелить, спасти и погубить. Поклонись и воздай благодарение Богу, воздвигшему тебя от сна и не погубившему с беззакониями твоими, но долготерпеливо ожидающему твоего обращения. «Положи начало лучшему», говоря с псалмопевцем, «сказал я, ныне я начал» Псалом 76 стих 11 и прочее, ибо путь свой к нему хорошо совершает только тот, кто каждый день хорошо начинает. Святитель Дмитрий Ростовский «Лекари говорят, натощак не выходи наружу». В отношении к душе это исполняется утреннюю молитву и чтением. Напитается ими душа и уже не тощую выходит на дела дня. Святитель Феофан Затворник «Вечером нет сил времени молиться». «Солнце да не зайдет во гневе вашем» Послание к Ефесинам, глава 4, стих 26. «К вечерне в колокол всю работу обугал» Русская пословица К концу дня редки не бывает похож на путника, шедшего по пыльной дороге. По сей причине и положено всякому ревнующему о спасении Вечером испытывать свою совесть И, уяснив себе все неправости, допущенные днем в мыслях, словах и делах Очистить их покаянием То есть делать то же, что делает запылившийся путник Путник умывается водой Преподобный Никодим Святогорец Вечером надо душу вычищать от всего и упразднять Чтобы она осталась свободную с одним Господом И так отходить ко сну Без того ж не отходить, а потрудиться над собою Святитель Феофан Затворник Не может быть, чтобы человек не сделал несколько преткновений в продолжении дня И праведник седмижды на день падает Большую частью мы падаем днем множество раз Так что вечер встречает в нас душу, обремененную грехами Бечуемую собственную совестью Лишенную благодатного животворного мира и радости Мрачную и унылую И Боже, сохрани всякого человека от того, чтобы он лег в постель на ночь без молитвы В это-то время вечерняя молитва для нас неоцененное благо Когда вы молитесь сердечно, живою верою в вездесущего, всевидящего, праведного Господа С сокрушением о грехах вздыхаете, плачете Тогда в этом сокрушении, в этих вздохах и слезах Вылетают из души грехи ваши Вы очищаетесь, и вам будет так легко-легко Вы почувствуете, что как будто какие злокачественные болезненные нарывы Прорвались и в несколько минут очистили вашу внутренность Мир, спокойствие, радость заменяют прежнее беспокойство, прежнюю тяжесть и тоску Святой праведный Иоанн Кронштадтский Не говори, сегодня согрешу, а завтра покаюсь Но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра Преподобный Ефрем Сирин Как молиться в течение дня? Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением Послание к Колоссинам, глава 4, стих 2 Для молитвы нет часов особых, она должна быть всечасна и всеминутна Хозяйственные дела могут извинять только недолгое стояние на молитве А скудения внутренней молитвы извинять не могут Господу немного угодно, но хоть немногое, но от сердца Надо б на в продолжении дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами Судя по нужде души и текущим делам Начинаешь что, например, говори «Благослови, Господи» Кончаешь дело, говори «Слава тебе, Господи» И не языком только, но и чувством сердца Страсть какая подымается, говори «Спаси, Господи, погибаю» Но чтобы душа так взывать стала, надо б на наперед заставить ее Все обращать во славу Божию, всякое свое дело, большое и малое При каждом деле вспомним о Боге и вспомним не просто, а с опасливостью Как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога Каким-либо делом Святитель Феофан Затворник Если же по священному Писанию Христос есть истинное солнце и истинный день То христианин не только часто, но и всегда должен воздавать поклонение Богу Так что ни один час не должен быть для него исключением Священно-мученик Киприан, епископ Карфагенский Ты храм Божий Не ищи места для молитвы Нужно только духовное расположение Молись в умывальнице, в дороге, на постели И где бы ты ни был, молись Для этого не столько нужно слово, сколько мысль Не столько простирание рук, сколько напряжение души Не столько известное положение тела, сколько расположение духа Востянай горько, вспомни о грехах своих Воззри на небо, скажи умом Помилуй мя Божий И кончена молитва твоя Кто сказал помилуй, тот сделал исповедь и сознал грехи свои Потому что желать помилования свойственно согрешившим Святитель Иоанн Златоуст На работе и при людях старайся умно предстоять пред Богом То есть имей память Божию, что Он тут Если больше тебя умиляют псалмы и акафисты, их читай, если время есть Схиегумен Иоанн Алексеев Не всякий может часто становиться на молитву в течение дня Но понуждать себя на молитву, хотя мысленную, если при людях, всякому возможно Возможно начинать и оканчивать всякое дело и занятие возношением ума к Богу Преподобный Никон Оптинский Постараемся надеждою и молитвою отдалять от себя всякое мирское попечение Если же не можем исполнить этого в совершенстве То будем приносить Богу исповедание в недостатках наших Прилежание же о молитве никак не оставим Ибо лучше подвергнуться укорению за частое упущение Нежели за совершенное оставление Преподобный Марк Подвижник Исполняй все тяжкое для тебя, как и эпитемию за грехи твои В духе послушания и смирения В продолжении трудов произноси краткие молитвы Особенно молитву Иисусову И представляй себе Иисуса, который в поте лица своего Ел хлеб свой, трудясь с Иосифом Если твои труды совершаются успешно, по желанию сердца твоего То благодари Господа Бога Если же не успешно, то помни, что и это Бог попускает А Бог делает все хорошо Святой праведный Алексей Мечов Надо хоть один раз в сутки на несколько минут Ставить себя на суд пред Господом Как будто мы умерли и в сороковой день стоим пред Господом И ждем изречения о нас, куда Господь пошлет нас Представ мысленно пред Господом в ожидании суда Будем плакать и умолять милосердие Божие О помиловании нас, об отпущении нашего огромного неоплатного долга Игумен Никон Воробьев Занимаясь делом житейским, без чего нельзя обойтись никому Можно и должно молиться И от видимого, ощущаемого нами предметного мира Переносить свою мысль на невидимое имя Божие Например, взирая на огонь Либо в плите, либо в примуси, или в лампе, или где-либо Скажи себе мысленно Господи, избави меня от вечного огня И тем самым смиришь свой помысл Ложаясь спать, скажи себе мысленно Господь и Бог наш не имел, где и главы подклоните А нам всякое удобство даровал Пробудившись, перекрестись А когда встанешь от сна, скажи себе Слава тебе, показавшему нам свет Начинаешь обуваться, говори мысленно Господи, благослови Господи, помоги Когда одеваешься, скажи себе мысленно Господи, просвети одеяние души моей и спаси мя Когда же начинаешь умываться, непременно перекрестись Для отгнания вражеского действия Черезводное естество приходящего А когда нападает на нас уныние или ожесточение сердца Не допускающее до молитвы Тогда, чтобы прогнать такое бесовское искушение Надо сказать себе Господи, нет у меня ни умиления, ни усердия, ни сокрушения Чтобы молиться тебе достодолжно После такого сердечного сокрушения Бог даст богоугодную и спасительную молитву Так как сердца сокрушенного и смиренного Бог не уничижит Псалом 50 стих 19 То есть не оставит без помощи Схиархимандрит Кирик Афонский Некогда молиться Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение Евангелие от Марка, глава 14 стих 38 Непрестанно молитесь Первое послание к фессалоникийцам, глава 5 стих 17 Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово Но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово И оно бывает бесплодно Евангелие от Матфея, глава 13 стих 22 Молитва места не ищет Русская пословица Не находит времени молиться только тот, кто не хочет молиться Святитель Иннокентий, митрополит Московский Дело молитвы должно быть прежде всех Потому что без него не может совершиться никакое другое дело благое Святитель Филарет, митрополит Московский Необходимые и смотрительно встречающиеся нам дела неизбежны Но несвоевременные занятия должно отвергать, предпочитая им молитву В особенности же отвергать те, которые вовлекают нас в большие траты И собирание излишних имений Ибо насколько кто ограничит их о Господе И отсечет излишнее вещество их Настолько и мысль удерживается от развлечения А сколько удержит мысль Столько и чистой молитве дает место И показывает искреннюю веру во Христа Пренебрегающего заповедью о молитве Постигают самые тяжкие нарушения прочих заповедей Передавая его одно другому, как узника Преподобный Марк Подвижник Сердце наше ежедневно умирает духовную смертью Теплая слезная молитва есть оживление его, начинающееся дыхание его Если не молиться ежедневно с теплотою духовную То легко скоро умереть духовно Святой праведный Иоанн Кронштадтский Иногда человек занят таким делом, при котором словесная молитва вообще невозможна Когда он, например, читает, пишет или делает что-либо, требующее полного погружения Человек не может тогда молиться словами Но молитва, конечно, возможна и без слов И такое безмолвное, молчаливое предстояние Богу в глубинах сердца Возможно при всяком деле, в любое время дня и ночи Епископ Алверион Алфеев Субтитры создавал DimaTorzok